Субтитры сделал DimaTorzok Покажу на обзоре, друзья, потому что за мной вон шнурочком дети бегают, да и взрослые все время спрашивают, что, да как, а что ищите. В общем, ладно, иду искать. Ну что, друзья, копаем уже часа полтора, наверное, нагребла куча украшений. Я даже не рассматривала так по-честному, что бижутерия, что не бижутерия, потому что люди постоянно ходят, вот даже съемку не могу нормально сделать. В общем, складываю, складываю, складываю в Хабарницу. В общем, складываю, складываю в Хабарницу, а дома разберусь и вам покажу. Просто реально, вот подходят, спрашивают, будешь показывать им, что ты нашел, конечно, прячешь. И уже даже не рассматриваешь, что там, как там, откуда. Ладно, дома посмотрим. Если получится, может, что-то покажу, но не думаю. Народ постоянно ходит. Ну что, друзья, выходила я вот только вот этот участочек, вот. Я даже не знаю, как вам объяснить. Ну, вот там, где вот этот человек выходит из воды. Вот. Вот так, вот так, вот так, вот так, не до конца. Вот до этой темной полосы. И до вот этих фонарей. И к воде. Вот только этот участок я выходила. Ну, всяких украшений немного набрала. Евриков почти нет. Не знаю, посмотрим дома, потому что здесь просто разглядывать, ну, никак не получается. Ладненько, увидимся дома. Что у нас по находкам, друзья? Смотрите. По еврикам вот так получилось. Это бижутерия, это тоже заколка какая-то. Посмотрите, сколько всего. Вот это точно серебро, оно пробы имеет. Остальное надо проверять. Я еще не смотрела. Если что-то ценное есть из вот этого всего, я обязательно выставлю на весах. Ну, а серебро, вот только вот эти три штучки фотографии я приложу. Нет, четыре. Еще какая-то вот закрутка. Ну, вот как-то так. Всего очень много, но пользы не знаю, насколько много. Кому интересно смотреть по картам, остается со мной. Ну, а кому нет, удачи и до новых встреч. До новых видео. Ну, что, друзья? Давайте пройдемся по картам. Вот, деньги с неба, супер-пупер, солнце, золото, вообще от АСС. Хорошо, но мало. Да, наверное, мало будет того, чего хочешь. Но вот эта последняя карта, которая была внизу колодой, когда я ее перевернула. Мечтать не вредна, она перечеркивает вообще все, друзья. Не знаю, как у кого, но у меня она в большинстве случаев выпадает на несбывшиеся мечты. Гляньте, сколько там тумана. В общем, все туманно, все непонятно, все неизбываемо. Но я все равно поехала. Интересно же было, все-таки столько людей, должно же что-то было попасться. В итоге денежки немножко были, монетки. В смысле золото на золото не похожи, серебро немножко было. В общем, если считать только серебро и немножко евриков, то правильно, хорошо, но мало. Но надежды на золото не сбылись. В общем, как-то так отыгрался расклад. Извините за голос, я вообще захрипла. Ужас какой-то, разговариваю кошмарно. Ладненько, дальше. А вот у моего напарника тоже выпало вот это мечтать не вредно в конце. Но он не выкладывал так много карт. Я вообще не знаю, почему мне в голову сбрело столько карт вытянуть в этот раз. Обычно я одну, ну две, а тут сразу три. Ладно, не важно. У моего напарника выпало, сейчас вам покажу как. Вот, когда мы ехали уже в машине, он мне сказал, ты знаешь, у меня выпало проверить экипировку и мечтать не вредно. То есть по находкам мечтать не вредно, а экипировку он реально проверил все. И у него оказалось, что батарейка в пинпоинтере, у него морковка гардовская. В общем, батарейка потекла. Хорошо, что он ее поменял. Почистил его весь, поменял. В общем, как-то так, друзья, вышло по картам. Ну что, я вам по-быстренькому рассказала. Говорит, мне очень тяжело из-за того, что горло болит. До следующих видео, друзья. Надеюсь, через денек-другой смогу поехать опять на поиск. У меня сейчас работы не так много. Сейчас у нас после Сан-Фельмина отпуска пошли. В общем, посмотрим, когда поеду. Продолжение следует...